Давайте еще раз вспомним, что вот это такое. Ведь мы сегодня это вычисляли, получили в качестве ответа на какой-то вопрос, правда? Да. Это что? Это математическое ожидание. Давайте прямо вот так напишем. Вот это величина, это математическое ожидание. Случайно величины х, которая равна... Чему же она равна? Количество, да? Количество чего? Давайте поглядим на наши записи и попробуем понять, вспомнить, понимать. Равно количество таких L элементов подмножеств, что каждый из них имеет непосредственность каждого множества. Отлично. Отлично. Контакт есть. Значит, которая равна количеству таких L элементных подмножеств. Множество 1, 2 и так далее, N. Каждая из которых пересекается с каждым множеством из случайной совокупной схемы каллиграфической. Все с этим согласны? Да. Но так определялось Х. Количество таких L элементных подмножеств, вот этого множества, каждый из которых пересекается с каждым множеством из Н. И мы выяснили, что математическое ожидание Х, это вот в точности вот эта величина. Так, ну, хорошо, здесь написано очень сложно. Каждый из которых пересекается с каждым множеством из Н. Но у нас для этого есть тема. Моз? Нет, система общих представителей. А, хорошее. Ну, хорошее, да, ну, хорошее. Она система общих представителей, да. Мы только что давали это определение. Смотрите, L элементное множество служит системой общих представителей для Н, если оно пересекается не пусто с каждым множеством из Н. То есть вот это, каждый из которых пересекается с каждым, можно сказать другими словами, каждый из которых служит системой общих представителей для Н. Вот это то же самое, что количество таких L элементных подмножеств, множество 1, 2 и так далее, Н, Каждая из которых служит системой общих представителей для Н. Вот так, если глядите сюда и сюда, согласны, да? Да. Каждая из которых пересекается с каждым, каждая из которых служит системой общих представителей. Да? Да. Каждая из которых служит... Ну, просто количество... Можно совсем коротко сказать, смотрите, это просто количество L элементных систем общих представителей для самопутности Н. Услышали, да? Да. Количество L элементных систем общих представителей для Н. Совсем коротко. и у него вот такое математическое ожидание у этого количества. Оно меньше единицы по условию теоремы. Так, ну вот здесь можно стереть уже, что определение мы знаем. Меньше единицы, сейчас я их подрисую. Вот так, оно меньше единицы по условию теоремы. И это количество элементов системы общих представителей. Помните, сегодня мы уже имели такой принцип. Если математическое ожидание чего-то меньше, то есть и конкретная реализация вот этой функции, которая того же самого не превосходит. Если средний вес меньше единицы, то есть вес, который меньше единицы. Есть человек, который весит меньше единицы. Ну, значит, отсюда следует, что существует совокупность M красивая, для которой X от M меньше единицы. Вот это я не удал, чтобы сейчас понять, да? Хе, товарищ. А что значит, что X от M меньше единицы? Ведь X от M это количество чего-то, да? По количеству может быть меньше единицы, когда? Количество, это же целое число, правда? Когда это существует. Нет, тогда это равно нулю. Единственное целое число, которое имеет... Целое положительное число. Количество же целое положительное число, не отрицательное. Вот единственное целое не отрицательное число, которое меньше единицы, это ноль. Это означает, что X от M равняется нулю. То есть, мы с помощью этого неравенства доказали существование такой совокупности, у которой X от M равняется нулю. Так, осталось бы думать, что чуть-чуть. А что значит, что X от M равняется нулю? Смотрите, на определение X. Количество R элементов системы представителей, да? Значит, таких нет. И оно равняется нулю. Значит, таких нет. Значит, нету. У этой конкретной самовыкности нету L элементов систем общих представителей. Но если нету L элементов систем, то, наверное, L минус один элементных систем у нее тем более нет. Да. И L минус два элементных нету. Да. Ну, значит, L не хватит. Нет. Ну, значит, L не хватит, понимаете? Да. Все. Все, мы доказали Тяну. Мы нашли, доказали существование такой совокупности, для которой L не хватит. L представителей не хватит. У него просто нет ни одной элементной системы представителей. Такой вот хитрый ход, вероятностный. Посчитали так матожиданно, да? Шлеп, оно меньше единицы. Значит, таких нет в некотором случае. В некотором случае. Не всегда. Где-то есть, где-то нет. Но точно есть хотя бы одна совокупность, у которой X равняется нулю. А это и есть та совокупность, которая заявлена в теореме, которой, ну, они не хватят. Такой вот замечательный результат. Давайте я просто несколько слов скажу вообще про эту задачу. Буквально в завершении, так сказать, этой темы. Я скажу так. Конечно, это мы все немножко так по вершинке Айсберга прошли. Если заниматься глубоко задачей о системах общих представителей, там есть масса очень красивых, нетривяемых результатов, которые я не готов вам сейчас изглавить, потому что, в частности, там присутствуют вещи, такие как логарифт. Ну, логарифт не очень сложный, но я не буду рассказывать, что это через чуть. Принципиально, чтобы вам в будущем хотелось про это вспомнить, про это подумать, этим позаниматься, значит, принципиально нужно запомнить две вещи. Первое, наилучшие верхние оценки. Но верхние, это значит, как вы помните, мы доказали, что не больше 7. Верхние оценки получаются, как правило, в большинстве случаев, в кавычках, в большинстве случаев, алгоритма, как это не удивительно, банального жертвого алгоритма. Если немножко больше знать науку, то можно прям получить такие оценки. Наилучшие верхние оценки получаются, в большинстве случаев, с помощью жертвого алгоритма. А теорема, которую я только что доказал с помощью вероятностного метода, с помощью математического ожидания, которую мы только что доказали, тоже в большинстве, в каком-то смысле, случая, опять в кавычках, в большинстве случаев дает, дает наилучшие нижние оценки. Наилучшие нижние оценки. И в целом результат получается примерно такой же, как в том примере, который мы с вами разобрали. В примере у нас получалось, что семерых всегда хватит, в примере получалось, что семерых всегда хватит, но бывают ситуации, когда шесть потребуется. И вот соотношение между результатами первого и второго типа, оно примерно такое же. Всегда хватает чего-то, полученного с помощью жадного алгоритма. Бывают ситуации, когда требуется что-то, полученное с помощью вероятностей, И зазор между вот этой верхней и вот этой нижней оценками в большинстве случаев ничтожен. Они почти совпадают.